Продолжение следует... Ридли Скотт не из тех режиссеров, кто всю жизнь снимает в одном жанре и в одном стиле. Посмотрите хотя бы на его недавние ленты, криминальный биопик «Ганстер», шпионский триллер «Совокупность лжи», исторический боевик «Робин Гуд» и философский фантастический фильм «Прометей». Советник продолжает традицию. Это фильм об уважаемом адвокате, который впутывается в темные дела международных наркоторговцев и вскоре понимает, что это была не лучшая его идея. Сценарий Советника написал автор «Старикам здесь не место» и «Дороги кормок Маккарти». Это дебют одного из лучших современных американских писателей в создании истории специально для большого экрана. Среди злодеев ленты отметились такие звезды, как Брэд Питт, Хабьер Бардем и Кэмерон Диас. События начинают свое развитие в тот момент, когда главной героине исполняется 17 лет. Не желая прозябать в нищете, она мечтает найти лучшую жизнь. Однако у нее нет возможности перебраться за пределы границы страны, поэтому она приобретает фальшивый паспорт и отправляется в путь. Грисельде удается пересечь границу, после чего она устраивает тихую и мирную жизнь вместе со своим супругом. Она рожает троих сыновей, но не желает сосредотачивать все свое внимание на семье. Грисельда знакомится с местными наркоторговцами и вскоре становится одним из центральных организаторов поставок. Она продумывает хитроумные схемы по перевозке наркотиков из Колумбии в Майами и зарабатывает себе репутацию королевы наркобизнеса. А когда ее дети подрастают, то они решают отказаться от обучения в университете, отдавая предпочтение семейному бизнесу. Сюжет картины поведает историю о жизни, стремительном восхождении и становлении империи наркобарона Пабло Эскобара. В прошлом простого паренька из беднейших слоев населения, который в итоге вошел в число самых богатых людей мира. Эскобар был бессменным лидером колумбийской мафии в течение правления шести американских президентов, которые приходили и уходили с Олимпа власти, тогда как Пабло продолжал править невероятно могущественным картелем и сколачивать миллиардное состояние, не внушаясь совершать самые непростительные преступления. Юный Джош Хатчерсон, который нашел мост в теробитию, вырос, поиграл в голодные игры и связался с наркобароном с тяжелым взглядом и не менее тяжелым нравом в исполнении Бенисио Даль Торо, получившего Оскар за роль второго плана в криминальном триллере «Трафик». В Колумбию главный герой-американец Ник приехал к своему брату за новыми впечатлениями и правильной волной. Здесь жаждущий экстримосерфер знакомится с девушкой по имени Мария. Их отношения стремительно развиваются, оба безумно счастливы так неожиданно обрести родную душу. Мария приглашает Ника на семейный праздник, который устраивает ее дядя, чтобы представить его как своего молодого человека. И как только парень узнает, кем на самом деле является родственник Марии, романтическая идиллия превращается для него в борьбу за выживание. Мария вместе с подружкой Бланкой работает на цветочной плантации, но ее увольняют и нужен новый источник дохода. Ей предлагают стать живым контейнером для перевозки наркотиков, а вскоре и Бланка попадает в руки драгдилеров. Подруги садятся на самолет, летящий в Америку. В желудке Марии 62 пакетика героина. А теперь самое время поставить лайк этому видео и подписаться на канал, чтобы всегда смотреть новые топы первым. Я не шучу, жми каброн. Едем дальше. Пожилой, разорившийся садовод Эрли Стоун соглашается работать на мексиканский картель. Одинокого старика, не вызывающего подозрений, нанимают для перевоза крупных партий кокаина. Эрли Стоун уже за 80. Он одинокий ветеран, поссорившись со своей семьей. И старомодный садовод, чей мелкий бизнес не справляется с вызовами нового времени. В отчаянном положении Стоун соглашается на простую, но высокоплачиваемую работу перевозчика. Его груз – огромные партии кокаина, а его наниматели – влиятельные мексиканские гангстеры. Безупречная репутация и почтенный возраст работают на Стоуна. Он успешно осуществляет доставку за доставкой, набивая себе цену в глазах мафиози и не вызывая подозрений у полиции. По крайней мере, до поры до времени. Стоун оказывается между двух огней, когда внутри наркокартеля происходит переворот, а за ним начинает охоту суровый агент управления по борьбе с наркотиками. Бывшие военные, офицеры-патриот своей страны получают известие, что его сын дезертировал из армии, только вернувшись из Рака. Герой не верит в это и отправляется в военную часть, где служит его сын, чтобы самому о всем разобраться. Однако по прибытии на место он сталкивается с остраненностью чиновников и властей, ему помогает лишь местный детектив. Постепенно герой начинает понимать, что сын не сбежал из армии, а был убит, и все вокруг это знают. Если вам нравятся жизнеподобные криминальные фильмы, то обратите внимание на подсказку в правом верхнем углу. Юная Сайра, которой всего лишь 15 лет, вместе с отцом Арасио и дядей Орландо, отправляется в Нью-Джерси из Гондураса. Им приходится пробираться через джунгли, чтобы попасть до Топачулы. После чего они вместе с толпой прочих нелегальных мигрантов устраиваются на крышах вагонов товарного поезда, чтобы попасть на север Мексики. Лил Магу совместно с Вилли и Смайли совершают нападение на этот поезд, чтобы ограбить мигрантов. Отец Сайры отказывается отдавать преступникам деньги, за это Магу пытается изнасиловать его дочь. Вилли не может на такое смотреть, он берет свой мачете и убивает Лил Магу, а Смайли он отдает приказ, чтобы тот сошел с поезда. Сам же Вилли остается на вагоне. Смайли возвращается назад в банду и рассказывает обо всем, что произошло. Новым главарем Мары Сольватручи становится некий Эль Соль. Он винит во всем мальчишку и для искупления своей вины предлагает ему найти Вилли и убить его за содеянное. Автор криминального сериала Эль Чапо предлагает нам увидеть историю становления одного из самых опасных и влиятельных преступников за всю историю существования Мексики. В центре истории оказывается Хоакин Гусман, родившийся в одной из беднейших фермерских семей. Не получив необходимого образования, он стал заниматься домашним хозяйством вместе с отцом. Достигнув 15-летие, Хоакин стал регулярно конфликтовать с родителем, за что тот выгнал его из дома. Надеясь найти лучшую жизнь, Хоакин покидает родные края. Спустя некоторое время он решает воспользоваться родственными связями и становится членом одной из самых влиятельных преступных группировок. Вскоре Гусман зарабатывает себе репутацию непримиримого, опасного и серьезного деятеля криминального мира. Так началась его история восхождения от самых низов до главы наркокартеля. Несмотря на то, что фильм не получил большого количества наград, он все же снискал любовь публике. И есть за что. Режиссер Роберт Родригес, который часто работает с Квенсером Тарантино, на этот раз сделал самостоятельный оригинальный фильм в присущем именно для него стиле. Певец и актор Антонио Бандерас еще не сыграл к тому моменту своего знаменитого зора в одноименном фильме, но роль Отчаянного принесла ему наибольшую славу. Фильм Отчаянный стал второй в мексиканской трилогии, где первый фильм называется Музыкант, а третий однажды в Мексике. Музыкант так его называли. Он любил девушку, с которой надеялся на долгую и счастливую жизнь, но ее убили, а его руку, то без чего он не может играть, прострелили. Теперь его футляр для гитары начнен оружием, а сам музыкант полон мести. Он ищет человека по имени Бучо, загадочного мужчину, скрывающегося в темных барах и за спинами у многочисленных охранников. Если вам понравилось видео и вы бы хотели в знак благодарности угостить меня чашечкой кофе, я рад любой помощи. Сделать это можно, перейдя по ссылке в описании. Какой фильм про наркокартели вы бы добавили в мой список? Напишите в комментариях. Также ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы я понимал, что вам нравится то, что я делаю. И да, если вы любите смотреть фильмы Тарантино, то смело жмите на плейлист справа. Не забудьте заглянуть в мой телеграм-канал и группу ВКонтакте. Там вы найдете миллион безумных кинотеорий и редких фактов. Пока!